Всем привет! Сегодня среда, 9 октября. Я только решила записывать видео с Аджика этой, наконец-таки. И ко мне пришла Диана. Тут сейчас такой шум гам стоит. Я вообще не знаю, как я буду записывать. И Серёжа пришёл пораньше с работы. Они сегодня работали на Рице. Не на Рице, а возле Голубова. А, ну, почти на Рице работали. Вот пораньше освободились. А Диана пришла, чтобы паспорт принести. Там нам нужно регистрацию Серёжи сделать. Но, скорее всего, мы уже не успеем до Марика день рождения. Не знаю, что делать теперь. Ну, так бы. Я вообще сегодня хотела ещё пельмени готовить и голубцы. Да, я уже с понедельника жду. Да. Она мне с понедельника говорит, что приходили, то у меня с ней голубцы и пельмени. Ну, я же с этим, со злым умыслом, что ты мне будешь помогать. Да, ну я пришла, и всё равно. Без 15,4. Это Алексей сегодня на тренировке был. И вот Диана как раз с ним сюда приехала. Ну что, начинаем? Давайте я хочу это снять уже. У нас тут такие вкусняшки. Класс. Сейчас сделаю аджику. Я её обожаю. Просто обожаю. Ну что, будем записывать? Поможете мне? Диана будет чеснок сейчас чистить. Ха-ха-ха. Сейчас петь, пельки крутить. Да. Сейчас начнём. А потом уже будем пельмени делать. У нас идёт процесс приготовления аджики. Серёжечка крутит. Это всё, конечно, было бы намного легче и проще, если бы у нас была бы электрическая мясорубка. Она сломалась. Да, она сломалась. И уже давно, кстати. Это мясорубка бабушкина. Она ещё, когда живая была, подарила мне. Я всё на ней делаю. Что ты там всё читаешь? Пишу, читаю. А мы всё никак, пока не начнём готовить пельмени, я вообще не знаю, успеем мы сегодня или нет. Потому что вот уже почти 5 часов. А Диана к 6, да, уходишь ты? Да, сейчас Витя как позвонит с работы. Просто, правда, так много времени вот это занимает всё. Пока снимешь, пока всё, пока почистишь, всё сделаешь, приготовишь. Я из-за этого уже давно не записывала видео, потому что сейчас стараюсь снимать рецепты. И, скорее всего, я сделаю новый канал, где будут только рецепты. Потому что некоторые люди пишут, что вот, ты снимаешь там рецепты, а зачем нам знать, что ты там делаешь или кто к тебе пришёл. И я вот, в принципе, я думаю, что это тоже правильно. Потому что не у всех же есть время смотреть всё подряд, всё, что я снимаю. И я так подумала, что, скорее всего, я это всё разделю и сделаю отдельный канал, где будут только рецепты. Но как это вообще всё будет, я ещё пока не знаю. Но я уже давно об этом думала. Скорее всего, сделаю. Так что, когда я создам новый канал, я вам сразу скажу, ссылочку оставлю. И посмотрим, когда получится. Потому что, в принципе, пока у меня не так много видео с готовкой, это же нужно хотя бы 5-6 рецептов иметь в запасе, чтобы выкладывать потихонечку с какой-то периодичностью. Я вообще, если честно, забросила YouTube. На комментарии уже давно не отвечала. И вообще, не знаю, вот у меня все комментарии стоят на проверку. И я вот, когда выйдет видео, вот я честно говорю, я даже не хочу заходить и читать. Потому что иногда такое пишут, что настроение потом портится, и вообще не хочется ничего снимать. И не знаю я. И каждый раз, когда я захожу, чтобы одобрить комментарии, чтобы они появились уже, всё. Я каждый раз думаю, ну вот, сейчас что-нибудь такое будет, что мне опять испортит настроение. Но вчера, кстати, нет, всё нормально было. Да, сейчас надо, правда, ответить всем. Я не знаю, вроде бы сижу дома целыми днями, но пока приготовишь, во-первых. Пока домашние задания мы сделаем, пока одно, пока второе. И вот действительно времени не хватает. Особенно это монтировать видео. Я сажусь каждый раз где-то в 11-12 часов ночи и монтирую до 2-3. Вчера до 3, да, я делала? Да. До 3 ночи. И в итоге, я так и не выложила пока это видео. Хотя я загрузила всё, но надо сейчас тоже, кстати, выложить. Это с 30 сентября. Вообще, не знаю я. Некоторые люди, наоборот, пишут, снимай всё подряд, нам всё интересно. Кто как пишет. Ну, сколько людей, столько и мнений. Ну, это да. С этим я полностью согласна, что сколько людей, столько и мнений. Мне может одно нравится, другому человеку что-то другое нравится. Вот я смотрю, подписано на одних там. Серёжа говорит, как ты смотришь это, вообще я не понимала. А мне вот интересно. Вкусные блинчики? Да. Я вот с утра пекла блинчики. Дети сейчас кушают. Пока не дождались, когда мы сделаем наши пельмени. У нас уже вот всё готово. Сейчас тесто ещё минут 5 должно постоять. И всё. И уже будем готовить. А, я там сделала фарш, чтобы попробовать на соль. Сейчас посмотрим. Ой, пахнет вкусно, даже мой нос пробило. Ой, хорошо. Ну-ка. Да, нормально. На самом деле нормально? Да, горячо только. Да, очень. Скоро пельмешки будут? Да. Пельмешки. Мы вообще сегодня молодцы. Мы уже вот сделали аджику. Я ещё сняла видео про тесто на пельмени. И вот что будем пельмени делать, да? Что ты про блины не снимала? Про блины я утром рано встала, и дети сказали, мы хотим блинчики. И всё. И я давай по-быстрому, по-быстрому приготовила на двух сковородках. У меня были маленькие и большие, но уже остались только большие сверху, которые... Вкуснятина? Давай потихоньку начнём уже делать. Давай. Серёж, что с тобой? Я тут виду, на этом смотрю, разночить. Алик спросил. Он на купальне кричит? Нет. Давай делать. Мы уже сделали две партии пельменей. Сейчас будем варить. А то дети кушать хотят блинчиками. И они, конечно, закусили, но это не то. Сейчас все наедятся. Я ещё заморожу. Вообще пельмени это выгодный такой продукт. Особенно если его такими делать маленькими, это хорошо. Самое главное, что детям вот это не надо не разрезать ничего. Они кушают спокойно и всё. А когда большие делаешь, ну, руками лепишь, то тогда уже надо резать им. Одну партию детям, одну мне. Кто бы сомневался, Серёж? Ой, там всё в муке. Так, всё, следующее делаю. Закрывать? Да, закрывай. Я руковожу процессом. Да. Давайте, давайте, работайте. Ну, вот только если словесно, а так, руководишь процессом. У нас морально поддерживают. Едем, едем. Давай, прямо пить. Едем, едем в соседнее село, поют песни. Мне удивительно, что бы они вас ещё пели. Что вы тут? Всё. Ой, я увлеклась так процессом, что забыла про теста. Так, отодвиньтесь, мальчики, вы мне мешаете чуть-чуть. Что, Максим? Не кушай муку так нельзя. Отойди, Владик. Нельзя. Маша. Всё, накрываем пельменницу. Разравниваю. Чуть-чуть мукой. Можно было вот так кинуть. Да, вот так. И теперь сюда. Сюда. Вот так, чтобы воздух выгнать. Самое главное, вот так края все прорезать. Вот это убрать. С этого потом тоже можно делать. Но оно чуть-чуть, правда, получается... Опа, мясо лишнее. Это я там где делала. Теперь переворачиваем. О, они сами все выползли. Оттуда с формы даже... Да, когда муку хорошо делаешь, тогда они нормально. А когда я замораживаю, беру доску, ну только пластмассовую, сверху целлофан и также выкладываю пельмени в морозилку и всё. Ещё одна партия готова. Сейчас будем дальше так готовить. Тут уже пельмени закипели, пока мы делали. Сейчас вот я убавила. Всё, крышкой уже не закрываю. Дальше. Да? Я устала, если честно. Да, это точно. Но уже голубцы мы сегодня не будем делать явно. Уже тебе тем более скоро домой. Что? Время до утра. Ага. Да, точно. Всё, начинаем дальше делать. В общей сложности у нас получилось 7 партий пельменей по 37 штук. 259 пельмешек. Вот 4 партии мы сварили, а вот эти 3 мы сейчас отправим в морозилку. Я вот сделала пакетик и всё. Сейчас заморожу и будут в любой момент можно сварить. Правильно же? Сейчас будем уже кормить детей. Не зря мы потратили весь вечер, чтобы налепить пельмени. Все довольны? Да! Знаешь, такое ощущение, что они никогда пельмени не кушали. Поэтому, знаешь, иногда, не знаю, не хочется даже их снимать. Ты же только вчера кушал пельмени перед занятиями. Да, сосиски. Сосиски нет, но пельмени кушал. Замороженные последние. Из-за этого вот я сегодня решила. Нет, правда, в морозилке были последние. Максим, руками не кушай, вилкой. Да, я в штаны. Вообще супер. Тебе добавку? Да. Да? Сейчас. У нас тут ещё вот много осталось. Сейчас дадим. Я обожаю пельмени. Да, 20 штук уже съел. Давай, вот это от твоего 20-го. А я не ем мочайки. А, Марик, а ты что там? Не выбирай только тесто, мясо тоже кушай, Марик. Давай, все уже поели? Давай, давай, давай. Повеснули. Мясо кушай. Случайно упала. Упала? Давай, потом дети уже шоколадку ждут. Уже они специально едут за шоколадки? Я неправда, очень хорошо пельмени поменю. Даже не пришлось не обваливать. Давай. Мясо. Молодец. И вот сейчас опять так же сделает. Давай, Марик, а то шоколадку не дам. Вот так детей заставляем мясо вечь, чтобы шоколадку они получили. Смешно. Очень вкусная шоколадка. Ладно, не буду тебя смущать. Один пельменчик. Конечно, один пельменчик. Я просто не снимала, как ты их тут уплетал сейчас. Но почему-то он не захотел эту аджику, которую мы сейчас готовили. Она с пельменями просто шикарно получается. Пельмени должны быть вкус пельменей. Нет. Аджика бомбовская. Скажи. А вот ты прикинь, вкус пельменей и аджики. Кайф, да? Угу. Ага, нам только остается мечтать. Вкус пельменей и аджики. Так как мы вечером уже не кушаем. Но я хочу его. Большой живот? Потому что ты много покушал? Нет. Попил. Попил? Максим. Я такой большой живот хочу. Да, точно. Вкусно хоть было? Сережечка. Ну, мало. Мало, еще положи. Попозже, подожди. Нужно защитное стекло. Папа, еще ищи. Да я поломаю, и не нужно у тебя будет защитное стекло. Да, как у Сережи. Экран поломан, и уже все. Они хотят играться с тобой, как и игрались. Они меня хотят массаж делать. Да. Сережа там кайфует. Дети ему массаж делают. По спине тупаются. Все, все наелись. Миссия выполнена. Ой, аджика класс просто. Да? Ага. Все, сейчас Витя за Дианой приедет. Уже вот только что позвонил. Я тут передала пельмени аджику, которую мы уже приготовили. Все тогда уже, да? Хорошо, что ты сегодня пришла. Да. Мы хоть пельмешки сделали. Завтра приходи, сделаем голубцы. Все, на этом мы попрощаемся. Сейчас будем провожать Диану. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok